Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, как я обычно говорю в подобного рода видео, не пугайте моего ненакрашенного лица, потому что в этом видео я буду наносить декоративную косметику на себя, чтобы вы смогли не только услышать о том, что я думаю по поводу того или иного косметического продукта, но и увидеть своими глазами. Сегодня в видео я покажу как люкс, так и профкосметику и даже кое-что из натуральной косметики, которую не так давно мне прислали на тестирование, не могла конечно не согласиться, потому что питаю большую любовь к натуральной косметике. Сейчас я возьму кисточку и мы с вами приступим. Хочу вам показать очень интересный для меня продукт, который мне прислали, называется Кристалл Декор Секреты Красоты. Вот такую вот упаковку имеет. И это, не удивляйтесь, но это консилер вот такого вот зеленого цвета. В инструкции написано, что его можно применять как и поверх тональной основы, так и под нее. Скажу честно, поверх тональной основы это средство использовать мне совершенно не понравилось, потому что получаются такие выберенные белые участки на лице. Но под тональную основу мне это средство использовать очень понравилось. Единственное, что я использую его не точечно, не на какие-то участки покраснений, а использую практически поверх всего лица. Единственное, уделяю чуть больше внимания областям, где есть некоторые покраснения. Вот, например, вы можете вот здесь вот видеть, у меня лопнувший сосудик, который уже в течение года не проходит, я думаю, что уже никуда и не денется. И вот так вот кисточкой на него, не боясь абсолютно, что такие выберенные неравномерные пятна получаются, наношу поверх, вы можете видеть, что пятнышко в общем-то уже исчезает. И вот так вот по всему лицу наношу это средство в очень-очень, кстати, ограниченных количествах. Ну и также наношу вот это средство на крылья носа, потому что у меня область всегда вот эта чуть покрасневшая. Сначала думала, что сквозь тональную основу будут, вот эти вот выберенные участки будут довольно видны. Но я ошибалась, абсолютно ничего не видно. И тон лица после нанесения тональной основы, тонального крема или биби-крема становится просто, ну, практически идеальным. Смотрите, как я сейчас очень странно выгляжу, конечно. Вот. Средство мне понравилось использовать именно вот в таком вот виде. Оно не скатывается. Огромный его плюс, что это средство натуральное. Оно в общем-то не высушивает мою кожу, хотя сейчас у меня кожа довольно сухая. Но хочу сказать, что наношу всегда и подобные средства, и какие-то средства другие на такой очень сильно увлажняющий крем. Поэтому, в общем, проблем никаких нет. Ну, все участки, вы можете видеть, как я сейчас белая-прибелая, все участки, в общем-то, я покрыла консилером. И так, легеньким-легеньким слоем по всему лицу, вот такими вот движениями, наношу, как пудру. Тональную основу, которую я буду носить далее, я не буду особенно не останавливаться, потому что уже был обзор на эту тональную основу. Просто покажу, как работает этот консилер. Вот тональная основа. Давайте теперь я нанесу и буду использовать сегодня первую попавшуюся тональную основу. Фотофиниш от Катрис и вот такой вот спонж черного цвета. Ксения Тильви мне присылала в обмене посылками. Наношу на консилер тональную основу вот такими вбивающими движениями, чтобы консилер, в частности, консилер с лица не сползал. И вы сейчас будете видеть, как выравнивается тон кожи, как он становится ровненький, красивенький. Продукт по нашим сегодняшним ценам, в общем-то, не такой уж и дорогой, я сейчас говорю про консилер. Расходуется экономно. Я не могу сказать, что пользуюсь я им каждый день, но частенько. И, в общем-то, даже одной трети еще не израсходовалось, потому что нужно совсем капельку. Ну, вот так вот выглядит мое лицо. Я полностью покрыла его тональной основой. Вместе с консилером, вот с этим зеленым фисташком, выглядит вот так. Мне кажется, что очень равномерно и очень-очень неплохой тон. За это время пудры новой у меня, к сожалению, никакой, или, к счастью, я даже не знаю, не появилась. Поэтому одна из любимых фирмы Агата, был на нее обзор, я показывала, рассказывала. Сейчас быстренько поверх тональной основы нанесу пудру, чтобы закрепить тональную основу. Пудра очень классная, очень легкая, и останавливаться на ней особенно не буду. Следующая многофункциональная для меня вещь, которую я хотела бы вам показать, это устойчивые тени от фирмы МАК, Paint Pot в оттенке, сейчас я вам расскажу, какой тут оттенок, Taylor Gray. Я его покупала в качестве кремового, не удивляйтесь, корректора, чтобы контурировать скулы. Но сейчас я вам покажу его прямое назначение, нанесу его пальцами на веки, чтобы вы могли увидеть и цвет, вот, кстати, в открытом виде, и цвет, и текстуру, и как наносится на глаза. Я использую сейчас чаще всего, как тени использую очень мало, использую для того, чтобы корректировать брови, то есть наношу кистью на брови. Тени мне, в общем-то, понравились, особенно претензий у меня к этим теням никаких нету. Они хорошо наносятся, единственное, что наносить нужно довольно быстро, иначе потом очень сложно растушевать. Очень красивый цвет, не делает глаз красным, не делает его заплаканным. Действительно такой коричнево-серый оттенок, без всякой красноты, что делает этот цвет очень-очень универсальным. И в качестве теней, и в качестве средства, которым можно контурировать лицо, и в качестве средства, которым можно прорисовывать брови. Брови я сейчас вам обязательно прорисую, чтобы вы увидели. Тени на глазах в тонкий-тонкий слой выглядят вот так, мне кажется, очень красиво. Довольно быстро наносить пальцы, никаких проблем. Кистью наносить мне не понравилось. Ну, мне кажется, что такие вещи вообще правильнее было бы наносить пальчиками, потому что пальчики теплые, и средство застывает не так быстро, как если бы я наносила тени кисточкой. Вот так вот выглядит. Довольно быстро, и если нужно быстро-быстро сделать макияж глаз, такие дымчатые глаза, дневной макияж, мне кажется, очень и очень неплохо. Давайте еще разочек покажу цвет. На мой взгляд, что касается цветов теней, это для меня наиболее удачные цвета, без красноты, без рыжины. Ну и давайте, чтобы его в дальний, скажем так, ящик не откладывать, я буду наносить эти тени на свои брови. Вы можете посмотреть, как они работают на бровях и как выглядят. Понравилось то, что средство, ну, на мой взгляд, довольно недорогое. По нынешним ценам 1100 стоили эти тени. По нынешним ценам это не так уж и дорого. Плюс ко всему довольно хороший объем, ну и плюс, конечно, универсальность и цвета, и этого средства. Его, в общем-то, можно наносить на все лицо, и на брови, и на скулы, и на глаза. Да, то есть, грубо говоря, одной маленькой вот такой вот баночкой сделать большую часть своего дневного макияжа. Довольно средством, и как наносится, и как выглядит. В общем-то, претензий нет. При моей нелюбви к фирме Мак, это средство мне понравилось. Кстати, в сегодняшнем видео будет еще одно средство фирмы Мак, от которого, честно говоря, я уж не в таком восторге. Вот так вот выглядит цвет на бровях. Не в таком уж восторге осталось, но о нем чуть позже. Это как раз средство, предназначенное для того, чтобы контурировать скулы и лицо. Все, тени я не буду делать, оставлю брови сегодня вот в таком вот виде. И также отдельно понравилось, что тени, ну, действительно, довольно стойкие. Не скатываются ни на глазах, на бровях остаются в течение целого дня, если там, конечно, усердно не как-то не тереть, и шапка не трется о вашей брови. В общем-то, вот так вот утром я наношу весь свой макияж к вечеру, он у меня, в общем-то, в первозданном виде. Еще раз покажу, давайте, и оттенок, и коробочку, как выглядит. Я покупала в Меге Белая Дача в Мак. Следующее средство косметическое, которое я хочу вам показать, это водостойкая подводка от фирмы LUMINE. О ней очень противоречивые отзывы, кому-то нравится, кому-то не нравится, и скорее больше не нравится. Она имеет блестки, очень видимые, очень крупные, которые не облетают, по мере того, как вы носите эту подводку на глаза. Мне эта подводка очень понравилась, и это при том, что я не люблю блестки, не люблю блестящее все, но мне кажется, что глаз с этой подводкой выглядит очень-очень неплохо. Оттенок я, наверное, сейчас не найду, но я обязательно подпишу под видео, чтобы вы могли его увидеть. Давайте я нанесу отдельный плюс, просто огромный-преогромный, это то, что подводка водостойкая. Так как я люблю похихикать, и у меня из глаз вечно текут слезы, в основном подводки к концу вечера у меня превращаются во что-то вообще совершенно непотребное, и глаза все размазанные. В общем, вид не очень, откровенно говоря. Хорошая кисточка. Я люблю именно кисти, но здесь не кисть, а такая вот, знаете, ну, скажем так, палочка что ли, не знаю даже, как ее назвать. Ну, то есть, скажем так, не самый мой любимый внешний вид кисти у подводки, но подводить, в общем-то, легко, то есть никаких проблем я при нанесении подводки, в общем-то, не испытываю. Наверное, свет будет попадать, и вы увидите, что подводка, ну, вполне ощутимо так блестит. Блестки действительно видны, они довольно крупные. Меня абсолютно в данном случае не смущает. Мне кажется, что так, может быть, даже глаз выглядит как-то более игриво, что ли. Подводка на глазах выглядит скорее серой, чем черной. Если бы она была черная, скорее всего, она мне нравилась бы еще больше. Но так, в принципе, я этой подводкой очень довольна. Я думаю, единственное, что, конечно, если вы не любите блестки, то подводка вам вряд ли понравится. Кстати, девчонки, некоторые писали, что именно из этих блесток подводка смотрится, ну, как будто она немножечко плешивит. Я не знаю, вот, как бы мне не кажется, честно говоря, что на моем глазу она как-то плешивит и выглядит непотребно. По-моему, очень даже симпатично. Ну вот, с подводкой разобрались мы. Давайте еще раз покажу ее название. И если у вас есть такая или подобная, может, каких-то других цветов она существует, я, честно говоря, не знала. Не знаю, особенно с фирмы Lumine и не знакома. Обязательно напишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. И как вы вообще относитесь к габалеркам на глазах. Следующее средство, которое, в принципе, мне очень понравилось, скажем так, своей идеей. Мне безумно нравятся вот почему-то на данный момент кремовые корректоры. У меня от фирмы MAC и называется Match Master Concealer 8.5. Здесь очень мелко написано, поэтому, наверное, вряд ли вы увидите. Ну, в любом случае, сможете посмотреть под видео. Вот так вот выглядит. Покупала я после Нового года. И консультант мне сказал, что цветов абсолютно никаких не осталось. Потому что все на Новый год расхватали. Остался только вот такой. Но, кстати, те цвета, которые еще, в принципе, в линейке присутствуют, они тоже вот такие вот какие-то, на мой взгляд, не очень удачные для коррекции лица. Они какие-то то очень желтые, то очень красные. Мне кажется, что цвет тени вот таким вот быть не может. Ну, давайте обо всем по порядку. Я буду при вас наносить и рассказывать, что я по этому поводу думаю. Наношу вот на эти части лица. И сейчас я буду их корректировать. Давайте еще раз покажу цвет поближе. Все-таки цвет тени, на мой взгляд, должен выглядеть не так. Значит, смотрите, в первую очередь мне не понравилось то, что вот я только нанесла. То есть, собственно говоря, еще не успела это средство засохнуть, и сейчас я его буду растушевывать. Посмотрите, насколько сложно это сделать. Хотя спонж у меня сейчас слегка влажный, и должно все-таки это средство, мне кажется, растушевываться гораздо легче. Приходится поработать немножечко. И времени занимает, конечно, значительно больше, чем я бы наносила сейчас какие-то сухие текстуры. Обязательно куплю какой-нибудь корректор в другой фирме и сравню. Потому что вот MAC, мне кажется, в данном случае оказался очень и очень неудачным. И что касается цвета, и что касается того, как растушевываться. Все равно, видите, вот эта вот полоса, которая совершенно не хочет никуда уходить. Как я уже сказала, пользоваться такими средствами мне очень нравится, и нравится сейчас, и нравилось раньше. Почему-то я забыла, в общем-то, о том, что кремовые текстуры для контурирования существуют. Все, больше не буду ничего размазывать, чтобы не занимать ваше время. И вы можете увидеть, что все-таки все это очень и очень не идеально. И по цвету тоже выглядит, как какие-то такие вот рыжие пятна. Мне кажется, что такой цвет мог бы подойти для бронзера, на загоревшее лицо, чтобы как-то, может быть, его отживить или придать еще более цвет загара. Но для средства, которое призвано, видите, он уже подсохлый, еще хуже растушевывается. Для того, чтобы корректировать таким цветом, мне кажется, все-таки продукт очень-очень неудачный. Если бы я увидела в тестерах там какой-то более удачный цвет, возможно, я бы хотела вернуться в Мак и купить его. Но там вот примерно все, ну, вот такого вот плана. Или слишком красное, или слишком рыжее, как в данном случае. Следующее средство той же самой фирмы, что и зелененький фисташковый консилер. Кристалл декор. Секрет красоты. Вот в точно такой же упаковке. Это шиммер, называется алмазные переливы. Тоже стопроцентно минеральный состав. Вот так вот выглядит. Значит, что хотела бы сказать по поводу него. Давайте я вам сначала вот так вот покажу. На пальчике, на руке. И теперь нанесу на лицо. Первые пару-тройку раз я пользовалась. Честно говоря, не осталась в каком-то огромном восторге. Но, опять-таки, это средство хочется все-таки наносить на тональную основу. Потому что без тональной основы выглядит, как, опять-таки, выбильное пятно, которое не очень хорошо растушевывается. Но если взять его на кисть, потом вот таким вот образом встряхнуть, то есть ни в коем случае не должно быть излишек на кисти. И вот такими вот движениями легкими-легкими наносить на лоб. Он мне очень сильно напомнил дальний свет от Shiseido. Чем? Во-первых, у него, у этого средства нету никаких блесток, уж тем более крупных. Наносится хорошо, растушевывается очень-очень неплохо. Лицо не блестит, для меня это очень важно. Но при этом выглядит очень-очень ухоженным. Очень, знаете, прям вот, ну, если ему подходит тут слово «дорогое лицо», то вот, наверное, я бы применила именно к этому средству. Понравилось, что не видно блесточек. Вы не будете выглядеть, как новогодняя елка, даже днем, даже при хорошем освещении. Хотелось бы еще отметить, что это средство имеет такое, знаете, фиолетово-голубое свечение, фиолетово-голубые переливы. Поэтому мне кажется, что идеально бы подошло девчонкам с холодным типом внешности. Например, как у меня, там, лето или холодная зима. Потому что если тип внешности теплый, возможно, появятся такие выбельные, беловатые пятна на лице. Мне так кажется, потому что все-таки переливы холодные у этого средства. В целом, из пяти, наверное, я бы четыре с плюсом поставила за то, что без тональной основы это средство выглядит на лице не очень хорошо. Но если вы хотите сделать полностью макияж на тональную основу, на пудру, то к средству, в общем-то, у меня никаких претензий нет. Хорошо наносится, очень приятная такая текстура, очень бархатная. И, конечно же, отдельный плюс вот этим вот средствам за натуральность. Я очень давно хотела попробовать натуральную косметику, именно декоративную косметику. Потому что, что касается шампуня и бальзама, я и так, в общем-то, пользуюсь более-менее натуральными. Но в декоративной косметике для меня сейчас это очень-очень важно. Единственным для меня минусом я не люблю сыпучие продукты. Потому что как только я начинаю им пользоваться, у меня все вокруг в этих продуктах. Весь стол, весь компьютер, все-все-все. Вот чисто с такой точки зрения не очень просто удобно. Но к качеству претензий у меня абсолютно нет и к тому, и к другому средству. Итак, перейдем к румянам. По-моему, я их еще в видео не показывала. Это вельвет браш от фирмы Диваж. Оттенок 8702. Давайте я покажу. Сегодня, вы видите, я весь макияж делаю одной кистью. Я думаю, вас это не смущает меня, потому что абсолютно нет. Совершенно не свойственный для меня цвет. Я люблю все-таки более такие розоватые, более девичьи. Каково было мое удивление, когда я нанесла эти румяные, они мне на самом деле очень понравились. Они вот выглядят, они выглядят не по-девичьи, но выглядят очень как-то, опять-таки хочется сказать слово, дорого, наверное. Как-то вот они не вычурно, очень спокойно, очень сдержанно, при этом освежают лицо, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Сейчас нанесу их немного более интенсивно, чем пользуюсь ими по вседневной жизни, чтобы на видео это хоть как-то было видно, и камера не скрадывала оттенок. Ну, в общем, вот так вот. Мне кажется, очень хорошие румяна. Во-первых, они очень такие нежные, бархатистые, очень приятные, хорошо растушевываются и, как я уже сказала, имеют вот такой вот прекрасный оттенок, который, как говорится, и в пир, и в мир, и днем, и вечером, и утром. Вот, так что очень понравились. Вообще сегодня, видите, такое видео, кроме одного средства, мне сегодня все понравилось. Не показываю вам то, что мне не понравилось. И последние два средства, одно вместе вот с этими мне прислали, также на пробу, это бальзам. И я была ему очень рада, почему? Потому что, давайте покажу вам Lady Royal, секрет красоты, вот такая упаковка. Я была ему очень рада, потому что сейчас зима, губы у меня трескаются, и кто меня долго смотрит, знает, что я вот такие подобные бальзамы, кстати, тоже очень хороший состав натуральный, делаю сама. И есть у меня даже на канале несколько видео о том, как сделать бальзамы собственными руками. Но все ингредиенты у меня закончились, сейчас бальзамы варить мне, честно говоря, некогда. Некоторые мне даже в видео просили сделать и продать им, переслать почту. Я таким, честно говоря, вещами не занимаюсь, вы уж меня извините. У меня сейчас времени даже нет бальзам себе сделать, и неохота заказывать кучу ингредиентов для того, чтобы один единственный бальзам себе сварить. Мне вот прислали, я очень рада этому видео, пользуюсь. Я лично поняла для себя такую вещь, что то, что я делала своими руками, вот это абсолютно идентично тому, что вот мне прислали вот в этой вот упаковочке. Запах очень ненавязчивый, еле-еле уловимый по консистенции. Он такой жирненький, маслянистый, на губах остается недолго, ну, видимо, потому что в составе не очень может быть много пчелиного воска или каких-то твердых масел. Буквально через час на губах от него следа не остается, но я периодически, когда хожу на улицу, я его обновляю. Губы у меня были сильно потрескавшимися, буквально, наверное, за 2-3 применения губы действительно стали в хорошем состоянии. Каждый день не пользуюсь, но, скажем так, по мере необходимости. Поэтому, кто хотел у меня купить самодельные бальзамы, вот можете присмотреться к вот этой фирме, я ссылку внизу оставлю. Действительно, очень приятное средство, 100% натуральный бальзам. Следующее, что я вам хочу показать, и на это видео последнее, это губная помада от фирмы Chanel. Прекрасные лаконичные упаковки, хотя к фирме Chanel я, кстати, тоже отношусь, ну, не то что скептически, но скорее вот равнодушно. 69-й оттенок, давайте попробую сфокусировать камеру, оттенок называется Flirt. Вот так вот он выглядит, и когда у меня только-только появилась эта помада, я в Инстаграм выкладывала фотографию, игра была «Дорога и дешево», где я сравнивала эту помаду с блесками белорусской фирмы. Мне показалось, что это очень странная помада, знаете почему? Потому что первые 2-3 раза, на 2-3 дня я ей пользовалась, она на губах выглядела как полупрозрачный блеск какой-то, абсолютно невнятного цвета, вообще что-то, вот совершенно не поняла, честно говоря, за что платить такую цену за полупрозрачный бальзам, да, он неплох, ну, ничего абсолютно особенного, там, не в цвете, не по качеству, но, знаете, как бывают туши, их раскрасишь, и они становятся, из плохой туши превращаются в какую-то просто суперидеальную тушь, бывает такое. Так вот эта помада оказалась как раз вот такой вот, первые 2-3 дня мне не понравилось, сейчас она как будто раскрасилась, давайте я сейчас сниму с губ бальзам, чтобы цвет проявился наиболее правдоподобно. Так вот, эта помада стала сейчас для меня абсолютно незаменимой, потому что, во-первых, очень красивый цвет, вы сейчас это увидите, во-вторых, помада стала как будто плотнее выглядеть на губах, и теперь она не похожа на полупрозрачный блеск, а действительно похожа на помаду. Вот видите, у меня тут под носом еще какой-то корректор или консилер остался. В общем, если вы замечаете на моем лице что-то не то, знайте, что просто я себя даже в зеркало не вижу, не знаю, как я сейчас выгляжу. Наносится отлично, что самое удивительное в этой помаде, несмотря на то, что она не стойкая, не матовая, она очень-очень неплохо выглядит и держится на губах, самое главное, держится. Я хожу гулять, наношу ее на губы, без контура, без всего, быстро раз-раз-раз пошла, прихожу там через полтора-два часа и понимаю, что помада все еще на моем лице, и имеет цвет именно такой, какой я нанесла его, опять очень неудобно разговаривать, именно такой цвет, который я нанесла до того, как я пошла на улицу, то есть она не меняет своего оттенка, в общем-то, многие помады этим грешат. Съедается очень равномерно, держится неплохо, очень нежная помада, она абсолютно не высушивает губы, я не знаю, там защищает от мороза, не защищает на это, я, честно говоря, не обратила внимания, в общем, помадой я действительно очень довольна, и последнее время пользуюсь очень-очень часто ей, потому что она, на мой взгляд, не требует ни контура, каких-то подводок, ничего более, кроме, собственно говоря, ее самой. Так, оттенок, еще раз повторю, 69 флирт, ну да, подходящее название для оттенка номер 69, в общем, вот так-то она выглядит на губах, освежает прекрасно и имеет такой рыжеватый оттенок, опять-таки, не особенно мне свойственен, но мне кажется, что мне такая помада очень идет. Какой, на ваш взгляд, пишите обязательно в комментариях. Ну вот, сегодняшний макияж подошел к концу, я очень надеюсь на то, что это видео было для вас интересным, полезным, и пишите в комментариях, пользуетесь ли вы натуральной минеральной косметикой. Хорошего дня или ночи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok